Всем привет, ребят, с вами как всегда я Заза и добро пожаловать на очередной ролик по уникальному транспорту в GTA 4. Сегодня мы с вами продолжаем собирать крутые машины из миссии Берни. И на очереди у нас либо оранжево-черный, либо желто-черный, обе, естественно, уникально окрашенными считаются, Инфернусы. Да-да, вы не ослышались, у этого хорошо знакомого многим Инфернуса есть два варианта. И лично я, сколько ни тестировал, пришел к выводу, что спавнятся они рандомно. Поэтому, если вдруг кто-то добывал, пожалуйста, напишите, какой вариант выпал вам. Лично я видел у мистера Твилла желтый вариант, а вот, возможно, рыжий попадается кому-то чаще, ну, оранжевый. Напишите, пожалуйста, интересно узнать, потому что лично мне, по-моему, чаще попадался тоже желтый. Мне кажется, даже многие не знают о том, что бывают два варианта. Ну, а, возможно, я ошибаюсь, и тут нет никакого рандома, есть какая-то закономерность, которую я просто не замечаю. В любом случае, я вам покажу оба варианта, и поэтому давайте не будем медлить и сразу же побежим к миссии. Миссия, к сожалению, находится далеко от дороги, приходится немножко пробежать, но ничего страшного. Она называется Бойюс Эхой. Вероятнее, все прочитал неправильно, но неважно. Я попытаюсь сейчас сделать одну очень быструю стратегию для этой миссии, но, скорее всего, мне не выйдет. Я даже не верю, что она вообще возможна, но попытаемся подстрелить лодку с самого-самого старта, вражескую. Если вдруг кто не знает, эта миссия, по сути, похожа на предыдущую, только в этот раз погоня у нас будет на лодке. И она будет намного менее зрелищной. Вот, в принципе, и все. Я уже много раз пробовал пройти ее, потому что не понимал, что там с этими инферносами не так. Пытался разобраться, и поэтому знаю несколько интересных фактов, которых я вам постараюсь поведать по мере их, так сказать, появления. Ну, а пока просто плывем аккуратненько, плываем, не обязательно торопиться, маркер никуда от вас не убежит. Ну, и, скорее всего, сейчас вы увидите, как я мастерски промахнусь. Ну, посмотрим, может быть, повезет хоть раз. Ну, давайте пропускаем катсцену. Сразу же вылезаем, целимся. Нет, по-моему, я не попал, да. Но я, в принципе, не удивлен. Я немножко не привык еще к физике полета ракет в этой игре, потому что они летят немного медленнее, чем в прошлых частях, и поэтому не особо я и, скажем так, тренировался к этому. В общем, много отмазок, по которым я промахнулся, могу придумать, но неважно. Первый, значит, факт, который я вам хочу рассказать, раз уж я промахнулся. Вы можете плыть и стрелять по этой лодке до тех пор, ну, по катеру, да, до тех пор, пока он не взорвется. Да-да, то есть в какой-то момент вы можете взорвать. Не обязательно тупо плыть. Можно взорвать его заранее. Второй факт. Этот красный мейверик, который пролетает сейчас на вашем экране, вот я показываю его, он также является уникально окрашенным и пока что считается недобываемым. У нас есть пару идей по добыче, естественно, я их потестирую, и, возможно, когда-нибудь этот мейверик станет добываемым. И, на мой взгляд, он будет намного круче, чем остальные мейверики из этой игры. Третий факт. Вам не нужно петлять, как это делает этот чувак, потому что, по сути, они поворачивают очень резко, явно заскриптованно. Нам так повернуть, если и... Если у нас так и получится повернуть, то, наверное, мы потеряем много времени, поэтому просто плывите по прямой. Плывите, как это делаю я, и никаких проблем у вас не будет. Если вы, конечно, хотите, вы можете попрыгать по трамплинчикам, какие-то из них являются уникальными прыжками, это точно, но лично я как-то особо не парюсь. Главное, особо не терять из виду то место, куда вы плывете, не врезаться в корабли и все. Можете проплыть левее, можете проплыть, как я, правее. Вот там вот точно есть уникальный прыжок, я это знаю, 100%, я уже прыгал там, вон там вот слева от меня. Не там, где проплывает лодка, а у ближних вещей есть трамплин. Не знаю, что вообще такое на воде, но не будем разбираться, поэтому просто поплывем вперед. Лодка сама к нам выплывет. Плывет она явно быстрее, чем мы, она заскриптована плыть быстрее, однако, как я говорил, подстрелить ее все же можно. И если вы с самого-самого начала не стреляли с ракеты, а тупо плыли и сразу же стреляли по ней, то вот где-то здесь, ну даже, наверное, чуть-чуть подальше она тогда взорвется. Ну, по крайней мере, у меня получалось именно на этом участке подорвать, возможно, я достаточно косой, и поэтому вы можете ее подорвать и пораньше. Единственное, что здесь такого зрелищного происходит, вот этот вот взрыв, который сейчас произойдет слева. Смотрите, о, невероятно. И мы, собственно говоря, подходим к финальной части миссии, где нам, по сути, нужно просто аккуратненько затормозить, не перевернуть лодку, иначе миссия провалится, и просто убить чувачков. Так, ну, вот я торможу обычно где-то здесь, аккуратненько вылезаю, прыгаю и бегу за чуваками. Они всегда останавливаются в одном и одном же месте. Еще один интересный факт, вы можете пролить миссию, если вы за ними сразу же не пойдете, то есть если вы будете долго где-то ходить или плавать вообще с такой стороны, то тогда они вас подобьют. Второй факт, интересный, то, что у этого чувака слева от меня сейчас, который находится, у него дробаж. Ну, даже не второй факт, уже много фактов рассказал на самом деле. Вот, как видите, его дробовик. У остальных чуваков только СМГшки, поэтому пистолеты-пулеметы, не знаю, почти урона не наносят, останавливаются примерно в одних и тех же местах, в общем-то, никакой разницы нет. Ну, и также хотелось бы сказать то, что они какие-то бронированные, потому что, если вы попадаете им ровно в голову, они не умирают. Ну, давайте я вам покажу пистолет, да? Шапки-ушанки у них, походу, в виде шлемов работают. На! Я, он не успел, по-моему, выстрелить? Или успел? Сейчас посмотрим. Нет, он присел. Вот теперь точно попал в голову, попал еще раз в голову, и третий раз в голову, и только после этого он умер. Как-то так, достаточно много выстрелов не находите, потому что раньше враги умирали с одной пульки. Но, какая нам разница, мы можем спокойно... ...стрелить при помощи СМГшечки. Вот все, три человека, которых нужно было убить, и можно перепрыгнуть. Нам нужно теперь вернуться к лодке, которая, кстати, у нас что-то отплыла достаточно далеко. Ну, не важно. Достаточно просто подобраться на близкое расстояние. Не обязательно делать это вплавь, можно прибежать, но, мне кажется, чуть быстрее будет, если я вот здесь проплыву. В любом случае, придем мы с одной и той же стороны. Лодка наших врагов, кстати, также является уникально окрашенной, красной, в цвет просто мэверика, один в один. И что самое забавное... Я не знаю, можно ли лодки сохранить на парковочных местах, потому что если да, то вот она продолжает здесь плавать, и никаких проблем у вас нет, чтобы ее сохранить. Так что, смотрите, возможно, в будущем появится ролик и по поводу лодок, но я не уверен в том, что они сохраняются. Хотя, надо проверить как-нибудь. Все, что нам нужно сделать теперь, это просто пойти и сохраниться. Зачем нам нужно сохранить? Да потому что, как я и говорил, лично мне кажется то, что вам выпадает рандомно окрашенный вариант. Я могу ошибаться, я могу быть неправ, однако у меня это работало именно так, и я вам сейчас это докажу. Смотрите, мы приезжаем к сейфхаусу и идем сохраняться. Где вы Инфернус, спросите вы? Да Инфернус нам дадут, как только нам позвонит Берни, а позвонит он нам, естественно, только после того, как мы пройдем эту миссию. Поэтому, по сути, это ваши награды за миссию, помимо денег, которые вы получили. Вот, я, значит, приехал, сохраняюсь, никаких еще вырезок не было, однако все-таки сделать их придется, потому что звонок от Берни достаточно много времени, точнее, занимает, потому что он звонит вам не сразу. Вот, я перезапишу первый слот на ваших глазах. Кстати, сохранение, по идее, сокращает это время до звонка, вроде как, но это, опять же, не стопроцентная информация. Я, пожалуй, сохранюсь даже еще раз, потому что сейчас на улице ночь, а я хочу смотреть на машины все-таки при дневном свете. Ну, они так лучше выглядят, на мой взгляд. В общем-то, запоминаем, первый слот, вроде на миссии. Ну, вот и все, что нам нужно помнить. А теперь я пойду на улицу, остановлюсь где-нибудь около такси и буду ждать, пока нам наберет Берни. Мы с вами отправимся в приключение за нашим Инфернусом, посмотрим, какого цвета заспавнится он. Очень даже интересно. Ну, давайте даже допущу уверенности, чтобы кто-то не говорил, что я что-то сделал не так. Я даже перезагружусь. Зачем это дело, объясняю. В гайде написано то, что разные цвета спавнятся только если вы, типа, получите звонок, а точнее, ответите на звонок до того, как вы сохранились и перезагрузились. И, соответственно, желтый цвет появляется, когда вы перезагрузились и только после этого приняли звонок. Лично я считаю, что это все фигня и никак это не влияет ни на что. Поэтому я при вас сейчас перезагрузился и, собственно говоря, буду ждать звонок от Берни. И когда он появится, я к вам вернусь. То есть, запоминайте место, на котором я стою, запоминайте время и, собственно говоря, ждем. Но вот и звонок. Недолго себя, по сути, заставил ждать. Отвечаем, сбрасываем и садимся сразу же в такси. Как вы можете видеть, это то же самое такси, тот же водитель. Ничего, никаких вырезок дополнительных не было. Просто остановил запись и вернул ее ровно на том же месте. Подъезжаем вот сюда. Здесь, как угодно, вы можете либо пробежаться, либо забрать такси и доехать. Лично я предпочитаю второй вариант. Мне кажется, он чуть-чуть побыстрее. Заезжаем вот здесь за угол. Важная информация по поводу Тинфернуса. Этот маркер у вас не пропадет до тех пор, пока вы не сядете в него. Вот, смотрите-ка, рыжий вариант. Да, это рыжий вариант. Так вот, маркер не пропадет до тех пор, пока вы в него не сядете. А, соответственно, если вы сядете, то он исчезает. Зачем можно не садиться? Да, потому что, если вы не сядете, то вы можете никогда его не забирать. У вас, по сути, будет одиннадцатая машина. Но она будет как трофей стоять здесь. И, соответственно, ничего вы не сможете на ней не покататься, ничего. Поэтому я все-таки вам советую выделить парковочное место для этой красавицы. Сконвертировать ее в неуничтожимую. И, собственно говоря, поставить ее на свое место. И кататься на ней сколько угодно. В свое удовольствие. Вот как она выглядит, если мы сейчас из тени выйдем. Давайте выезжаем, точнее. И посмотрим на нее на солнечном свете. Ну, вот такой вот, кажется, есть отблеск некий, да, желтоватый. Ну, по-моему, его отчетливо видно. Желтый вариант выглядит примерно так же. Но, естественно, он менее такой вот яркий, рыжий, оранжевый. Как угодно называйте эту вариацию. Но она выглядит именно вот так. Сейчас я ее поставлю на парковочное место. Сделаю отдельный сейв с ней. И, собственно говоря, просто перезагружусь. Поэтому давайте побыстренько мы доедем. Ехать здесь, благо, недалеко. И посмотрим, с какой попытки нам выпадет теперь желтый вариант. Потому что, напоминаю, желтый падает мне достаточно часто. И мне кажется то, что, соответственно, он мне должен был выпасть первым. Но либо повезло, либо тут 50 на 50. И либо здесь еще какие-то условия, я что-то действительно не понимаю. Но вот он, рыжий, оранжевый вариант, как вам больше нравится. Который по гайду написано спавнится только, если вы не перезагружали, не сохранялись, там ничего не делали. Но мне, в принципе, не важно, что у меня здесь останется на парковочном месте, а что нет. Все равно это не мой основной сейв будет. Ну и, собственно говоря, поэтому, если что, я потом перезагружусь. Так, вот, давайте сделаем сохранение. И при вас же я загружу тот же сейв, который мы сделали до этого. Так, ну а этот пока мы сохраним куда-нибудь, например, на последний слот. Как видите, я тут много экспериментировал с этой миссией, потому что действительно не понимал, когда какая версия спавнится. Но теперь вот я более-менее уверен в том, что это все рандом. Вот, при вас загружаю первый слот, обращайте внимание. То есть тот же самый сейв, который мы сделали для того, чтобы просто получить Infernus. Ну все, сейчас я выбегаю на улицу, нахожу такси, встаю в том же месте и жду звонок от Берни. И мы с вами, собственно говоря, смотрим, с какого раза нам выпадет именно желтый вариант. Поэтому не вижу смысла как-то продолжать запись. Встретимся во время звонка. А вот и в Берни. Прошу обратить внимание на то, что время приблизительно тоже звонка. Ну там плюс-минус полминуты, наверное. И, собственно говоря, мы сейчас отправляемся с вами в надежде на то, что мы получим желтый вариант. Потому что рыжий у нас уже есть. Но лично я не знаю. Возможно, попадется опять оранжевый. Что будет, ну не то чтобы странным, но, по крайней мере, нежелательным для меня. Так, отдайте мне машину, товарищ. Я ее забираю для того, чтобы добраться до моего Infernus. Хотя, по сути, бежать здесь не так далеко. Можно было, кстати, забежать ее с другой стороны. Там вот сбоку. Но какая разница. И да, смотрите-ка. Просто тот же сейв. Я перезагружаюсь. И получаю в этот раз желтый вариант. Они не то чтобы прям одинаково выглядят с оранжевым, но, я думаю, разница видна, что он более желтый. Я вначале думал, что вот этот вариант это оранжевый. Потому что, ну, если посмотреть на него, то на свету он, да, смотрится намного более желтым. А вот так вот где-то в темноте, ну, я бы назвал его все-таки оранжевым. Но, на самом деле, по файлу, который с цветами показывает, что какой цвет, точнее, как называется. Он все-таки назван как желтый. И поэтому, ну что, я буду разве спорить с файлом? Нет, конечно. Вот, собственно говоря, как он выглядит. Отблеск тоже такой желтоватый. Ну вот, он более желтый, чем сам цвет Инфернуса. И, если честно, ребят, лично я предпочитаю более первый вариант. Он мне кажется более красивым, на самом деле. Ну, а уж какой нравится вам, пишите в комментариях. Теперь вы видели оба. Я не знаю, какой попался вам, если вы проходили игру. Тоже напишите, пожалуйста. Мне реально интересно узнать, ну, узнали вообще о втором варианте или нет. Ну, и, собственно говоря, на этом все. Сейчас мы просто поставим, для того, чтобы я мог сделать превьюшку и для него. И на этом можно будет прощаться. Так, ну, в этот раз, пожалуй, избавимся от машины. Да, нормально. Сохраняемся. И идем отдыхать. Этот Инфернус у меня реально занял достаточно много времени. Я думаю, простая машина. Но нет, нет, нет. Пришлось много экспериментировать. Потому что гайд был неточным. Но теперь, я думаю, я 100% уверен в том, что если какое-то условие есть, то оно очень похоже на рандомное. Потому что, по сути, я ничего не делал. Просто тот же самый сейв загружался. И получал совершенно другого цвета машину. Так. Ну, я думаю, можно сохраниться на этот слот. Потому что на последнем у нас рыжий. Вот, собственно, ребят, и все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Комментируйте. Не забывайте говорить, какой вам попадался Инфернус. И какой вам нравится больше. Ну, а с вами, как всегда, был я, Зазов. Всем, ребят, удачи. И всем пока. Субтитрыйте. Субтитры сделал DimaTorzok